Каждый из этих людей именно русский считает своим родным, узнав о внеочередной сессии областного совета, где единственный рассматриваемый вопрос статус русского языка в регионе, приехали сюда из разных уголков города и области, чтобы еще раз напомнить о своем праве использовать ту речь, которая им ближе. Конечно, хотим говорить только на русском языке, потому что мы родились в этом регионе, жили, учились и работаем. И мы только за русский язык. Привыкли к русскому. Украинский тяжело дается, даже по телевизору показывают, ошибки делают многие очень даже. Как только депутаты заняли свои места в сессионном зале, митинг в поддержку русского языка возле знаний областного совета прекратили. Люди разошлись по домам, чтобы не мешать работать. Депутаты сразу перешли к обсуждению единственного вопроса. Практически все спикеры говорили о многонациональности области и о том, что практически 85% всего населения региона предпочитает общаться на русском языке, считая его родным. После чего перешли к голосованию, а решение встретили аплодисментами. Решение принято. То, что решение поддержали практически единогласно, ни для кого не стало неожиданностью. Политические силы, представленные в областном совете, полностью поддерживают этот закон. Ко всему в нашем регионе пытались придать статус регионального русскому языку до этого еще два раза. В 1997 и 2006 годах. Тогда решение частично отменили. Теперь нет никаких преград использовать русский тем, кому он ближе. Решение депутатов областного совета – это имплементация закона Украины, который был подписан президентом Украины. Информацию о том, что после принятия такого решения в регионе будет сокращаться количество украиноязычных школ и классов, называет полным абсурдом руководитель областного отдела образования Юрий Соловьев. Дети получают образование на том языке, который им ближе, и здесь есть право выбора у каждого. К тому же статус регионального, который присвоен сегодня русскому языку в области, еще не значит, что дети хуже будут изучать государственный язык – украинский. Сейчас уровень знания Колыновы, донецких школьников – один из самых высоких по стране. Я думаю, что мы просто должны на сегодняшний день учителя и продолжать то, что мы делали, а именно предоставлять возможности для качественного, глубокого владения языками, тем языками, которые и хотят дети, и требуют общество, и требуют государство. Народный артист Украины и депутат областного совета Вадим Писарев считает, что от сегодняшнего решения люди только выиграют. И оно станет толчком для развития как русского, так и украинского языков. Шевченко учился у Пушкина. Гоголь писал произведение и на украинском, и на русском языке. От этого только все становилось сильнее. И украинский, и русский язык – это просто как-то раздули, это неправильно. Мы всю жизнь на Донецкой земле разговаривали на русском языке. Это, правда, и не значит, что нельзя не знать свой родной язык. Нужно знать свой украинский язык. Кроме всего, сельские поселковые советы могут рассмотреть вопросы о принятии языков других национальных меньшинств на своей территории. В области послерусского на втором месте греческий, затем идет белорусский, татарский и армянский. Председатель областного совета Андрей Федорук уже сегодня собирается подписать нынешнее решение сессии. Но после этого, по большому счету, в жизни области ничего не изменится. Русский язык и до этого широко применялся в делопроизводстве и образовании. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, Панорама.